МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы думаете, сколько в мире найдется людей, которых одобряют все? Ответ очевиден – ноль. Даже самых знаменитых, самых заслуженных людей, звезд, бизнесменов, у каждого из этих людей есть свои критики. Наполеон Хилл в своей книге «Дума и богатей» сказал, что страх чужого неодобрения является основной причиной, по которой большинство людей не достигают финансового успеха. Многим людям приходит такая мысль, что уже поздно что-то менять. Многие с возрастом настолько прирастают к своему месту, настолько привыкают к своей зоне комфорта, что они боятся из нее выйти, а не боятся сделать следующий шаг. И когда встает выбор между реализацией своей мечты и стабильностью под влиянием своих друзей или негативных мыслей, они выбирают второе – стабильность губит людей. А спустя годы очень сильно жалеют о том, что они в свое время не сделали этот шаг. Никогда не поздно сделать шаг, никогда не поздно двигаться, развиваться, никогда не поздно мечтать, никогда не поздно достигать своей цели. Но вместе с тем успешные люди знают, а вы это должны понимать. Комфорт, стабильность и порядок не приносят истинного наслаждения. Это не делает вас счастливыми. Счастливыми вас делает сам путь на достижение к своей цели. Когда вы делаете, у вас получается, у вас азарт, у вас всегда много энергии и хорошее настроение, потому что у вас получается, вы на пути, у вас есть цель и мечта. Пока вы к ней идете, и у вас получается, у вас шикарное настроение. Вот именно тот самый момент счастья, именно вот этот момент преодоления, когда ты по-настоящему получаешь энергию, и ты счастлив. Мы счастливы тогда, когда идем к своей мечте. Поэтому ты можешь сделать разворот на 180 градусов в любом возрасте. Самое главное не бояться, самое главное быть решительным и двигаться. Но себя не обманешь. Чтобы что-то достичь, нужно решиться, и решиться прямо сейчас. Время, оно настало. Время – это сейчас. Хотите ли вы жалеть в старости то, что вы промотали всю свою жизнь, и она ушла безвозвратно? Или реализовать свою самую большую мечту, наслаждаться эту жизнью сейчас и не жалеть ни о чем? Я всегда выбираю второе. За всю мою карьеру в сетевом бизнесе я прошел период, когда мне было страшно или неудобно признаваться за то, что я сетевик. Это был тяжелый период в моей жизни, потому что мои родные, мои родители, мои друзья меня не принимали. Они не понимали, зачем я этим занимаюсь. Более того, меня даже осуждали. Когда вы слышите клишированные фразы про сетевой маркетинг, посмотрите на этих людей, оцените. И я вас уверяю, цена этого мнения невысока. Эти люди никогда не делали карьеру в сетевой компании или были неудачниками. Стоит ли прислушиваться к мнению этих людей? Если это люди, которые для вас авторитетны, то почему тогда они не делятся с вами секретами своего успеха? Почему они с вами делятся только негативом? Стоит ли прислушиваться к этому? Стоит ли за ними идти? Нужно ли принимать это близко к сердцу? Составьте список людей, чьи мнения важны для вас. Проанализируйте его. Роберт Киосаки, признанный мировой гуру, он считает сетевой маркетинг бизнесом 21 века. Более того, он его называет совершенным бизнесом 21 века. Тот же самый Дональд Трамп, который стал президентом США, он настоящий сетевик, и у него есть собственная сетевая компания. Знаменитый Уоррен Баффет, он, приобретая сетевые компании, писал, это самая умная инвестиция, которую я делал за свою жизнь.